Сейчас они уже, можно сказать, американская пианистка с русскими, а точнее с ярославскими корнями. На родину Анна Успенская приехала на две недели вместе с сыном Фидии. В России она не была 9 лет. В 98-м вместе с семьей переехала жить в Америку. Говорит, с тех пор в Ярославле многое изменилось в лучшую сторону. Ярославль приукрасился. Конечно, вдоль набережной просто огромное удовольствие ходить. Все стало аккуратнее, респектабельнее, чище, светлее. Люди, по-моему, стали приветливее. За океаном, как выяснилось, жить ее тоже не худо. В Соединенных Штатах Америки Анна живет в семье в пригороде Вашингтона, где у них большой трехэтажный дом. Анна преподает музыку. В школе для особо одаренных детей у нее 10 учеников. Ее супруг Игорь – виолончелист, работает в главном концертном зале Вашингтона в Кеннеди-центре, где базируется национальная опера и национальный симфонический оркестр. Вся жизнь у них посвящена музыке, концерты, гастроли, преподавания, запись музыкальных дисков. Музыка, которая сейчас звучит, взята с одного из последних дисков, где в партию фортепиано исполняет Анна Успенская. Анна вспоминает, как недавно в напряженный гастрольный график свои коррективы внесли события 11 сентября. Нас коснулось сразу же, потому что мы много ездим, и, конечно, охрана аэропортов очень усилилась и осложнила это наши поездки, особенно для моего мужа, потому что он ездит в виолончели, и эту виолончели тебя всегда раскрывают, в ней ищут бомбу, заставляют снимать тапочки, то есть проходить босиком. Ну, в общем, мы сразу же заметили изменения, и, конечно, люди стали менее доверчивы, я бы сказала, даже вот просто в повседневной жизни. Семья Анны с глубокими музыкальными корнями. По ее линии шесть поколений предков – профессиональные музыканты. По линии мужа – восемь поколений. Неудивительно, что и сын хочет пойти по стопам родителей. Сейчас Фиде 11 лет. Он свободно общается на двух языках – английском и русском. Ему было легко адаптироваться в Америке, куда он попал в три года. Сейчас в Вашингтоне он учится в русской школе при посольстве. И с пяти лет занимается музыкой. Играет на скрипке, рояле и кларнете. Фиде уже решил, кем станет в будущем. У меня есть мечта – стать дирижером. Дирижер может показать, как руками, показать, как вьется вся музыка, как идет музыка, как она поется. Поэтому я играю разные инструменты – духовые, струнные. Я еще буду играть на флейте. Ярославле Федору очень понравилось. Он даже не хотел уезжать. Анна надеется, что они приедут сюда еще раз. Возможно, с гастролями. Нина Свичникова, Сергей Чекмарев, городской телеканал.